Привет всем! И сегодня у нас новая бешеная Ерева 2.0. Давайте распакуем ее и посмотрим, что же там у нас внутри, что мы получаем за эти деньги и чем она отличается от старой версии. Сейчас будет пенопласт. Итак, вот такой вот модный, стильный корпус. Но давайте его снимем и посмотрим уже, что у нас там внутри. Значит, первое нововведение это легкое снятие корпуса без каких-либо клипс, которое было повзаимствовано у X-Max. Это круто, я считаю, это просто невероятно. Да? Давайте попробуем одеть обратно. Вставляем так, вставляем сюда. Надо приноровиться еще. Закрываем. Все! Круто! Это я сделал с первого раза, еще не тренировался. А когда натренируюсь, я буду делать это еще быстрее. Но, в общем-то, сама конструкция вряд ли пострадает, но корпус начнет трескаться. Но потом ее можно просто заменять. Хотя на X-Max таких проблем никогда не было. В комплекте мы получаем инструкцию к нашей тачке. Соответственно, здесь баллонник есть, еще ключики, плюс, наверное, ограничители для аккумулятора, шестиграннички и все. Все это управляется с помощью аппаратуры TQI, которую можно подключить, купить дополнительно Bluetooth-модуль и получать информацию с нашего автомобиля при, скажем так, условии, что на нем будут датчики. Итак, значит, что мы имеем здесь по электронике? Есть, конечно же, изменения. Здесь установлена система VXL 6S, та, которая ставилась на X-Max в самом начале. Сейчас на X-Max стоит немного другая система, еще мощнее. Поэтому эта мощная система, ее нужно переваривать. Да, старая Ерева не всегда могла переварить все шесть банок, и поэтому здесь улучшили практически все. Рычаги, они стали толще, они стали больше. Их делают теперь из нового композитного материала, который якобы при минусовых температурах не должен терять свои свойства. Вы знаете, что пластик замерзает на минусе и становится очень хрупким. Нам всегда помогал RPM. Надеюсь, здесь эта проблема уже изначально решена. Здесь также установлены новые поворотные кулаки, также установлены новые привода. Как видите, они уже идут не пластиковые, а полностью металлические, чтобы переваривать все шесть банок. И чашки более прочные, плюс более длинные, чем на старой версии Еревы. Что касается шестерней, то в дифференциалах они здесь тоже уже усилены. Здесь немного все по-другому от X-Max стоит. Поэтому, опять же, шесть банок мы должны переваривать без каких-либо проблем. Тяги теперь здесь стоят 5-миллиметровые. Также установлен комплект сцепления Куш-Драйв, который был повзаимствован у Traxxas XO1. Здесь установлено три дифференциала. Передний, центральный, задний, соответственно. Также поменяли полностью колеса. Мне кажется, они стали более цепкими. И сейчас мы посмотрим, возможно, даже чуть-чуть пожестче. Максимальная скорость из коробки, как нам обещают, до 110 км в час без каких-либо там сильных изменений автомобиля. Ну, возможно, поиграться только с передаткой и все. Ну, и, естественно, мы здесь получаем полную влагозащиту стоки. Гоняем зимой, летом, осенью, весной. Купаем в лужах без проблем. Но, к сожалению, сервоприводы Traxxas состоялось здесь те же самые. 2075 с пластиковым редуктором. Ну, не знаю, в них ничего хорошего нету. Но, к сожалению, менять они их не стали. Расположение амортизаторов осталось то же самое. Возможно, поменялись корпуса. Здесь стоят алюминиевые корпуса амортизаторов. Сейчас посмотрим, как у нас на той Ереве. А так, в целом, шасси все равно осталось полностью пластиковое. Ну, в общем-то, с такими обычными трагами равнять не стоит. Ерево все-таки, я думаю, до них никогда не дотянет. И здесь, как видите, везде пластик. Здесь нет нижней деки металлической и все такое. Также отмечу плюсом, что теперь новая Ерева стала шире. То есть, у нее колея стала шире. Это дает большую устойчивость при высоких скоростях и поворотах. Это, конечно же, несомненный плюс. Ну, давайте посмотрим и сравним ее со старой версией. Ну, вот, собственно, и то, о чем я вам говорил по колее. Как видите, это значительно уже, да, и рычаги у нее тоньше. И длина поменьше. Давайте поставим их вместе. Колеса стали больше размером. То есть, они отличаются и по диаметру. Корпус, ну, друзья мои, делайте вывод, какая Ерева красивее. Здесь стандартные клипсы и такой не очень уже вид. Честно говоря, Ерева лет 6 назад была вообще просто топ. Вообще была обалденная тачка. Но сейчас она, честно говоря, устарела. Вот это обновление, наверное, вернет ее обратно, да. Плюс корпус снимается очень легко. Ну, в общем-то, кстати говоря, и Лексанчик, ну, хотя нет. Плюс-минус где-то одинаковая по толщине. Итак, что мы здесь имеем? Ну, естественно, здесь, кстати, обновилась еще и трансмиссия. Она теперь с низким центром тяжести. Но визуально сильных отличий нет. То есть, шаль у нас остается та же самая. Те же батарейные отсеки, воздухозаборники, бокс-подприемник. Ну, плюс-минус одинаковый. То есть, осталось там, появилась крышечка, да. Амортизаторы, да, по-моему, здесь у нас идут пластиковые корпуса. Но здесь алюминиевые. Ну, сложно сказать. Нужно посмотреть. То есть, такой, либо крашеный такой. Непонятно немного. Ну, и привода. То есть, здесь были полностью пластик, которые от 6 банок у нас всегда разрушались. Здесь эти должны держать. То есть, это у нас Max Spec от X Max. Поэтому все должно здесь быть достаточно прочно. И сломать теперь сложно. Ну, единственное, что можно, наверное, сломать, это, не знаю, шасси пополам. Потому что здесь это полностью пластик так и остался. Спойлер. Ну, такое же крепление. Но, естественно, здесь у нас отличается. То есть, теперь нету вот этих стоек, да. Здесь другая немного стоечка меняется. Плюс есть некая защита такая, амортизаторов, что ли, ее назвать. Там такого нету на старой версии. Ну, нужна она или нет. Ну, в принципе, лишним, как говорится, не будет. Регулятор стал такой побольше размером. То есть, здесь у нас всегда изначально стояла Mamba 1. Потом стоялась Mamba 2. А здесь уже VXL 6S все-таки объемная система, чтобы все это дело переваривать. Так, ну, в принципе, давайте сейчас покажем вот так вот. Вот, чем отличается, ну, смотрим разницу. Есть, нет, рычаги отличаются, нет. Ну, я вижу визуально, что рычаги полностью отличаются уже по ширине, по толщине. Да? Ну, качество пластика пока не знаю. В общем, друзья мои, Ерева должна неплохо, скажем так, обновиться. Мы ее с вами затестим в следующем видео. Погоняем, попрыгаем, побашим, проедемся по треку, посмотрим, какова она теперь у нас. Потому что старая. В плане трекового авто никогда не впечатляло. Но это, наверное, тоже будет не очень. Она стала тяжелее. Да, добавилось металла, как говорится. Реально ощущается. Ну, колеса, я думаю, здесь тоже дают приличный вес по сравнению вот с этими. Ну, по жесткости, да, эти колеса уже жестче. И протектор такой помассивнее. Эти дулы, кстати говоря, будь здоров. Но эти, я думаю, будут дуть не хуже. Ну, а Ерева предоставлена на обзор компанией Хобби Центр. Эксклюзивный представитель Траксоса в России. Ссылочку на Ерева найдете внизу, друзья мои. И по этому промокоду вы получите дополнительную скидочку 5%. В общем-то, заходите, выбирайте тачки и ждите тест-драйв Еревы 2.0. Пока!